Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Кто смотрел наши передачи на этом канале, вы видели, что мы неоднократно обращались через этот канал к президенту, к генеральному прокурору, министру юстиции. А до этого мы многие годы обращались в письменном виде, ко всем министрам, ко всем правоохранительным органам, генеральной прокуратуре, даже в суды всех инстанций. И кроме этого мы обращались на видеоконференции, которую проводила партия Нур-Аттан, и притом неоднократно. И партия Нур-Аттан на видеоконференцию приглашала представителей власти буквально всех. И поэтому наше обращение, что есть коррупция в госзакупках, и коррупция именно в инвалидных организациях, особенно в общественных объединениях неунувающих инвалидов и казахского общества слепых. Кроме того, такие же видеоконференции были и в Министерстве социальной защиты. И там мы освещали эти проблемы. А самое главное, мы обращались на видеоконференции, которая проводилась агентством по противодействию коррупции. Видеоконференцию проводил первый заместитель этого агентства, Бектенов Волжас Абаевич. И там были приглашены буквально все структуры нашей страны. Были и центральные органы, и на местах представители в областях присутствовали буквально все. Вплоть до того, что были и приглашены и прокуратура, и внутренний аудит представителей. Буквально все. И мы там тоже освещали эти проблемы. Вот поэтому сказать, что никто не знает о наших проблемах, это невозможно. Как раз-то знают все, буквально все органы власти во всех местах, в областях, везде. Но почему-то на наши обращения нет никакой реакции со стороны власти. Да, мы говорили о коррупции. Ну, кроме коррупции, мы еще и говорили, что наш руководитель, Общественное объединение Казахского общества слепых, незаконно избран на эту должность, При наличии у него долга, что и незаконно, поэтому и зарегистрирован. И в течение вот с 17-го года, с 8-го февраля, по сегодняшний день он незаконно управляет Казахским обществом слепых. Об этом знают не только Министерство юстиции, но и буквально все суды всех инстанций. И все эти суды при очевидных фактах нарушения закона о госрегистрации выносят неправосудные судебные акты. Буквально все 4 года. Поэтому даже не обращают внимания на то, что вот за это время Казахское общество слепых проводило 4 съезда под одним номером. Внеочередной 20-й съезд. Он проводился в июле 16-го года на Урзбаево. В тот же момент параллельно съезд проводил Заир Гильды. Тоже под тем же номером в неочередном 20-м съезду. В 17-м году, в феврале месяце, опять на Урзбаево проводит съезд опять под тем же номером в неочередном 20-м съезду, где его незаконно избирают. После этого, в 19-м году, на Урзбаево опять проводит съезд под тем же 20-м номером. Если 4 съезда были проведены, они бы проводились 20-й, 21-й, 22-й, 23-й номера. Ну, то, что под одним номером, и при том с одними и теми же делегатами съезда. На каждый съезд избирают отдельно от делегатов. Но оно не проводилось. Разве это не очевидно, что съезды были нелегитимные, избрание было нелегитимным? И тем более сегодня, с 9 февраля 21-го года, закончились те нелегитимные полномочия органов казахского общества слепых. Но, тем не менее, министр юстиции, зная об этом, и его регистрирующий орган юридец не снимает с регистрации казахского общества слепых. И сегодня казахского общества слепых, не имея полномочий, продолжает функционировать. Вот теперь возникает законный вопрос. Почему органы власти не реагируют на эти моменты? Мы уже объяснили, что мы со всех сторон информировали. Всеми способами. Но нет никакой реакции. И я думаю, здесь предполагаемых два ответа. Или же у нас в государстве нет власти. Или второй момент. Наш олигарх Наурсбаев имеет больше власти, чем государственные служащие, тот же министр юстиции или генеральный прокурор. И поэтому я думаю, кто нас смотрит, пусть в комментариях напишут, какой из этих вариантов в действительности именно является причиной, почему не реагирует власть. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Возможно, есть и третий вариант. Может, кто-то и в комментариях скажет. И поэтому я сегодня хочу этот же вопрос задать вот со мной рядом сидящим инвалидом. Вот ваше мнение. Как вы думаете, почему власть столько времени не реагирует на наши обращения? Ну, в нашем государстве, как понимаете, коррупированная страна. Поэтому так и власть также не обращает на это все внимание. Я, например, даже, пусть даже это с моей стороны грубо будет. Я, например, к Асымжу Март Кемелычу обращалась, показывала и Толгарское обширитие страшное и рассказывала, какая коррупция у нас идет, Шатан Шерамбекович, вы полностью изложили это все. И всю эту хронологию вы все пояснили. Но я так думаю, что у нас государство не слышащее. Даже президенты, я считаю, не слышащее. Даже это будет, пусть к Асымжу Март Кемелычу это будет обидно, но я считаю, к Асымжу Март Кемелычу, вы, по-моему, это не хотите слышать и понять. Подождите, я перебью вас, извините. Как они могут не слышать, если мы уже со всех концов, всеми способами об этом говорим? Причина не в том, что они не слышат. Хотят ли слышать? Или же у них нет власти, чтобы... Я считаю, что нет власти, потому что как это? Президент, он должен, сегодня же услышал и сегодня же должен принять эти меры. Тем более, мы многомиллиардные, уже триллионами рассказываем, что похищаются эти энные суммы. И извиняюсь еще раз, вмешаюсь. Вот, допустим, сегодня полномочия закончены, да? Да. у органов. Министерство юстиции не снимает с регистрации. Я вот конкретно задаю вопрос. Министр юстиции, не снимая с регистрации, он нарушает закон о госрегистрации? Конечно, он нарушает эти законы, потому что еще в начале, в начале, когда он был, типа, избран, но он был избран не съездом, он был избран к пленуму, и вот, это уже нарушение, то, что он зарегистрировал его как физическое лицо, это уже идет как нарушение закона о регистрации физических и юридических лиц. А теперь, так как закончилось полномочия, он продолжает, как говорится, председатель ООО КОС в Республике Казахстан, он также продолжает работать на своем же месте, он продолжает также увольнять, например, взять директора Караганды общества слепых и назначать туда своих же людей, которые подвластны ему будут делать то, что он скажет им. Это говорит о чем? Опять же министерство юстиции опять же также нарушает закон, снимаясь, регистрации. Они что были должны? Они должны были уже, как говорится, сняв его с регистрацией арестовать все счета, поставить на арест, так как они до сих пор получают те же баснослованные зарплаты всего руководства Центрального управления. Извините, да, мысль понятна. Я еще хочу добавить, притом у него, когда его изначально не должны были регистрировать, так как у него 134 миллиона 280 с лишним тенге, он государству имеет большой толк, тогда его не должны были перебить. Подождите, я секунду вас перебью. Вот у меня в руках документ. Здесь указаны Аллатовский районный суд города Алматы, Медельский районный суд города Алматы и специализированный межрайонный суд города Алматы. И по решению этих судов, вступивших законную силу, есть судебные исполнители истребовали Наурзбаева. У него долг, оказывается, по Аллатовскому району, самому казахскому обществу слепых 800 с лишним тысяч. Я из-за отсутствия зрения не могу это прочитать, что здесь мелко. Ну, 800 с чем-то тысяч Наурзбаев должен казахскому обществу слепых. Есть долг 134 миллиона его истребовали в 17-м, 15-м году, 19-м году. Есть долг 134 миллиона опять судебные исполнители это истребовали. Вот то, что мы все время говорим о воровстве, о коррупции, мы не говорим голословно. Это все мы можем документально доказать, как вот сегодня мы показываем вот эту бумагу, где есть конкретные суды, конкретные суда исполнителей и конкретные цифры долгов. Поэтому имея такой долг, его прекрасно знают регистрированные органы, зарегистрировали Наурзбаева и избранный им вместе с ним вместе орган правления незаконно. И при такой ситуации министр юстиции не снимая с регистрации и притом сегодня и полномочия закончились этих органов, он министр первый нарушает закон о госрегистрации. И получается мы министра Марата Бекитаева скорее всего будем просить тот же парламент Европарламент который вынес резолюцию просить персонально вынести в отношении министра именно какие-то ограничения. И здесь еще один момент а почему гарант конституции президент не обяжет министра исполнить закон почему гарант не гарантирует ну по крайней мере если он не исполняет свои должности обязанности должен освободить этого министра но этого не происходит почему генеральная прокуратура не дает правовой оценки как высший надзорный орган вот этой ситуации тоже непонятно вот поэтому вы не совсем поняли мой вопрос скажите если министр не может снять с регистрации у него есть полномочия такие или он может быть настолько вот наш олигарх всевластный что боятся это общественное объединение снять с регистрации может министр иметь такие полномочия которые имеет наш олигарх вот вопрос ну что можно сказать скорее всего что налогов с байер скорее имеет выше власть чем министр юстиции потому что как это так находясь уже уже закончив все полномочия он не может снять его с регистрации значит это с этим вопросом понятно наше мнение совпадает мое с вашим теперь у нас из-за того что все же времени ограничено у меня есть и следующие вопросы во первых все это происходит на фоне когда европарламент принял резолюцию и наверняка там были услышаны и наши голоса как вы думаете да так как например когда проходил митинг у нас в Алматы мы ездили на этот митинг поддержать чтобы освободили политзаключенных но даже нас не допустили развернули с парка 28 панфиловцев там были перекрыты все дороги стояли наряды политзак стояли заки все уже было подготовлено два раза мы хотели пройти туда и два раза нас возвращали запрещали типа говорят что там идут какие-то учения я говорю как митинг у нас намечается начинаются какие-то у них учения да все такое это же мирный митинг вообще-то мы должны на мирный митинг выходить потому что тут коррупция на коррупции извините у нас времени мало поэтому я задаю выточнять вопросы вот 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 инвалидов задержали так как он является первой группой последний так как мы вот он пошел не от хорошей жизни на этот митинг он хотел свое выразить мнение так как он без обшежития скажет не не без обшежития без обшежития без дохода на квартирах живут кому-то например Алмат Собиджанович такие паснословные деньги ворует покупает моей племяньце Тулеевой Ахнур которая она полностью полноценная а инвалид с китайцем по квартирам так как он у него мало того что не видит и другие у него побочные здоровья нету сейчас вопрос другой это мы от тем отходим вы скажите его задержали кого задержали вот давайте задержавший рядом со мной сидит урал урал газет рассказывай вас же задержали вот скажите как это происходило это произошло 28 февраля в 12 часов я выехал в парк Горького доехал где-то за минут 20 до парка Горького и столько начал проходить вот эту улицу 8 марта и Гоголя и меня поймали скрутили четверо человек четверо человек на одного инвалида напали скрутили вот и посадили в каталажку потом довезли меня в Бастандыкский район вот еще даже время часа не было я уже сидел там в этой каталажке и нас сразу отвезли быстро в Бастандыкский район а там уже до 8 до полдевятого держали нас в обезьяннике мы сидели там человек наверное сто нас было там вот я когда выходил оттуда я снял видео где нас где я сфотографировал сколько нас там человек было но из-за боязни того что они могут опять отобрать телефон вот отобрать часы деньги вот и я просто быстро быстро сфотографировал я могу это выложить еще и в youtube скажите пожалуйста вы там говорили что вы инвалид и зачем вы инвалиды задерживаете я обратился к ним я сказал что я инвалид по зрению я хочу послушать что говорят на митинге почему я не могу реализовать свое право почему милиция и полиция и омон они везде народ душит своей силой разве мы туда с войной пришли мы пришли туда на мирный митинг а не на войну пришли если бы мы на войну пошли мы бы все взяли вооружились все понятно спасибо у меня следующий вопрос вот к вам у вас где-то возраст одинаковый с нашим наурзбаевым да примерно одного года вы вместе росли знаете его давно вы скажите вообще кто он такой что вот такой оказался влиятельный олигарх что с собой он представляет его семейное положение его образование вы можете чем-нибудь сказать я могу сказать конечно он так как я вам скажу он поступал казну но он бросил эту учебу на третьем курсе он не захотел учиться пошел бизнес вообще он как говорится очень грубый человек он как вам сказать у него семьи тоже свои неполадки во первых он я так с моей точки зрения очень грубый он только гоняется за деньгами я так поняла даже я например не могу судить молодого ребенка за ребенком каждый родитель должен внимательным быть у него сын за убийство за громкое дело попал на 15 лет в тюрьму он сидел в северно-казахстанской области почему-то каким-то образом его в южно-казахстанской области перевели вот леньгер там для тяжелых судимых вот это тоже я как скажу это не за малые деньги он перевел конечно тут распекова наверное повлияло так как он хвастается всем по пяне рот же у него не закрывается когда он выпивший и у него еще братишка тоже осужденный на 7 лет был но он бегать был 7 лет бегать был когда срок вышел тогда вот появился в Казахстан тоже за большие такие громкие дела он попадал за взятки там наркотики тоже продавал он получил взятку и за взятки сел да да за взятки вот это я точно знаю хорошо там там о наркотиках речи не идет а нет или что ну я вот с про сыном я например хорошо слышала что он наркоман вот почему-то он не досмотрел своего мальчика действительно очень обидно что молодой ребенок попал в тюрьму и который жизнь потерял и родители пострадали своего ребенка потеряли это тоже а вот скажите вот есть слухи что у него есть счета оформленные на родственников в офшорах вы такой слух слышите а я всегда слышу в офшорах где у него большие даже у него за рубежом есть эти счета он это действительно там родственников не полно так что и вот нашей Тулеевой Ахнур купила двухкомнатную квартиру а инвалид скитается инвалиды все мы это слышали давайте так я просто хочу в этом плане добавить еще вот в одной из передач я показывал помещение принадлежащее оформленное на родственников наурсбаеву он недавно на совете своих директоров прямо сказал что это здание имеет площадь не 5000 квадратных метров а 9000 квадратных метров он даже просто гордится такими своими недвижимостью и не отрицает что за ним есть он и так же подтвердил что в Талдобургане у него есть помещение так что он себя ведет очень уверенно и не скрывает ничего и подтверждает то что потому что как говорится владея такими большими финансами которые находятся правления ООО КОС почему бы ему нет он может подкупить каждого и везде может это ну на сегодняшний день есть еще одни слухи вот санатория в Кустанайской области Сосновый гор говорят полностью или частично выкупил какой-то инвалид ну наши инвалиды предполагают что это наш президент наурзбай вы слышали такой разговор да я уже три дня уже об этом разговор идет что Амон Собиджанович он покупает так что знаете через родственников ну он не себя подставляет а так знаете ну как делается так что понятно вы слышали я просто хочу тому же министру Бекитаеву сказать уважаемый министр проверьте кто там собственник возможно это и есть наш олигарх там мы утверждать не можем но слухи надо проверять теперь у меня есть еще один момент о чем хочется сказать вот в прошлых передачах одна Валентина сейчас фамилия Пиантек 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 Валентина Пиантек она в комментарии написала что Новорзбаев он не первый олигарх первый олигарх в нашей стране появился в 92-м году я подтверждаю что она в этом плане права да там были освоены кредиты 75 миллионов долларов то что она говорит и вот этот вот нефедов о котором речь идет он чисто подставным лицом был за ним стояли другие инвалиды но это отдельная история долго они рассказывают и действительно там эти все деньги были растрачены куплена недвижимость в России частично в Казахстане но я хочу сказать Валентине да он богатый человек растратил но олигархами его назвать сложно потому что он не влиял на государственных служащих он просто богатый таких богатых у нас инвалидов достаточно вот есть другой у нас инвалид колясочник Амамбаев он очень богатый человек тоже в этих госзакупках участвует многие годы он нажил себе очень приличный капитал или же вот который сейчас отбывает наказание пятилетний срок получил тоже инвалид колясочник в городе Караганде как его фамилия ну он сейчас отбывает наказание Ивкин он тоже богатый человек но среди богатых это если они не влияют на государственных служб олигархами их назвать нельзя но нашего олигарха я бы назвал уже даже магнатом потому что с ним боятся связываться даже министры даже генеральный прокурор и даже президент наш зная что закон нарушается а госрегистрация никаких мер не принимает не гарантирует конституционные права вот до чего доходят именно олигархи и поэтому Валентина вам спасибо за вашу информацию и если у кого-то есть подобные информации пожалуйста пишите в этих комментариях и мы на них тоже отреагируем еще хотел что добавить то что вот уже сколько раз например по всему республик Казахстан и Атраву Караганда Костанай потом еще Шинкен Казахстанскую область все они выступают против все они говорят всю эту правду о неполномочных этих действиях наурзбаева но даже правительство на это ничего не реагирует взять Казаларду что там было переведено 81 миллион на счет ООКОС забрал это также председатель наурзбаев в Караганде эти сколько там 100 миллионов он же забрал их и тем самым сделав предприятие Караганды панкротом куда же смотрит правительство вообще правительство кабинет министр в котором подвластен этот министр юстиции почему он его не призовет к ответу теперь у нас извините у нас время да хорошо 18 февраля мне состоится суд ой извиняюсь 18 марта мне состоится суд я подала на юстицию суд так как он зарегистрировал незаконную регистрацию да незаконную регистрацию наурзбаева опять-таки конечно за большие деньги или как они договариваться будут будут вносить опять-таки пользу наурзбаева но там в этом когда вносят там мотивации нету ничем не мотивирует первая инстанция мотивации все понятно вы предполагаете очередной неправосудный судебный акт все понятно теперь у нас времени мало поэтому я хочу вот о чем еще сказать у меня вот такое предложение есть если столько времени нас наше государство игнорирует не слышит да и наши проблемы не решает законы нарушаем не снимает с регистрации то нам остается теперь тогда вот в нашей вот эти передачи которые мы делаем нам надо вот со всех инвалидов соврать по тысячу тенге нанять английского переводчика и синхронно переводить наши передачи и тогда на английском языке увидит весь мир наши проблемы и вот тогда не только резолюция Европарламента нас услышит и конгресс США нас услышит и английские лорды и организация объединенных наций по правам человека да и есть и конвенция ООН по правам конкретно инвалидов и они нас услышат и тогда вот нашим именно властьимущим придется туго потому что конкретно каждому из них вынесут персональные санкции ну надеюсь до этого не дойдем и надеюсь после сегодняшней нашей передачи все же власть исполнит закон о госрегистрации снимет казахское общество с регистрацией и под контролем государства проведет съезд казахского общества сникул чтобы больше не было нарушений а при нарушении суды никогда правосудные решения не выносят поэтому действительно настал момент когда государство должно контролировать эти общественные объединения чтобы не было иначе всегда будут наши инвалиды вот так нуждаться во всем потому что выделяемые государственные средства не доходят до каждого инвалида и они разворовываются именно руководителями общественных объединений инвалидных совместно с государственными служащими этой сферы в конце концов если это не случится то мы действительно будем нанимать переводчика и будем вещать уже на английском языке я благодарю всех кто нас смотрит и мы обязательно еще будем делать передачи и мы хотим вас поблагодарить что нас смотрели ставьте лайки до следующих встреч